Здравствуйте, мои дорогие и любимые! Сегодня буду рассказывать не просто об этом автомобиле, я вам расскажу, каким прекрасным образом дилеры российские зарабатывают на этих машинах и зарабатывают на нас с вами. Но при этом не дают нам то качество, которое должны давать. Значит, первое. Это самая настоящая погремушка. Меня всегда удивляло, что у нас пол Москвы купила этих замечательных автомобилей, и ни один владелец не может признаться, моя машина просто погремушка. Да, GTR это техническая мысль, новейшая, правильная, интересная. Ну вот просто ультиматум физики. Да, действительно быстрая, да, рулится, да, четкая, да, хорошая. Но вся пластмассовая, гремит все, стуки от коробки, постоянные, причем не только на этом автомобиле, а абсолютно на всех. Приезжает дженсор, дженсори говорят, вы знаете, вот это нормально, то нормально, этот звук нормальный. Гремит передняя часть автомобиля, гремит вся подвеска, гремит сзади. Пробег 6000 километров. Везде сэкономили, вот во всем. В пластике, в шумке. Вот, вы знаете, если эту машину использовать на гоночной трассе, да, это интересно, но есть вот такая замечательная книженца, в которой написаны следующие вещи, которые меня возмущают. Вот, открываю самый интересный пункт, на что гарантия не распространяется. Гарантия не распространяется на шины, на тормозную систему, на колодки, на тормозные диски, на любые неоригинальные запчасти и аксессуары. Но самое интересное, компания дженсор и представительство Nissan, вот в этой замечательной гарантийной книжке говорят о следующем, что, первое, вы не можете часто нажимать на педаль акселератора. Уважаемая компания дженсор, скажите, пожалуйста, мы вот GTR покупаем с какой целью? Для того, чтобы на нем валить? Ну, вы же это понимаете? И получается, что мы покупаем вот эту машину. Это более дешевый вариант Ferrari, Lamborghini, да, и как вы заверяете, что, как бы, это конкурент автомобилю Porsche? Я так не думаю, потому что на автомобиле Porsche, в гарантийной книжке Porsche и Lamborghini не написано, что вы не можете часто нажимать на педаль акселератора. Нельзя часто нажимать на газ, нельзя часто нажимать на тормоз, тормозная система не на гарантии, нельзя делать ничего. Значит, отказом, поводом для отказа в ремонте коробки передач, двигателя в компании, которая продает эти автомобили, является следующая вещь. Вот представьте, вы проехали от светофора до светофора, не при скорости 60 км в час, как в городе вы должны сделать, а, предположим, 140 км. Но компания Nissan говорит о том, что если вы нарушаете скоростной режим в вашей стране, вот здесь это написано, то вы не попадаете под гарантийные условия. То есть, если у вас на 60 мы проехали 120 на машине, которую вы специально для этого купили в компании Janser, то представительство Nissan отказывает вам в гарантии. Вам отказывают в гарантии, вы купили спортивную машину для того, чтобы на ней гонять. Но гонять вы на ней не можете. Поэтому я считаю, что чем отдавать почти 5 миллионов, 4 там с чем-то, плюс страховка, плюс колеса, в итоге у вас выйдет 5. Вот чем отдавать 5 миллионов вот за эту машину, я считаю, что за 6,5 проще или там за те же деньги можно бушные купить реально Porsche. Купить Porsche, купить Lambo, купить Ferrari. Эти машины будут более, ну, я считаю, интересны. Но просто отдать 5 миллионов и не получить гарантию, это бред. Вам отказывают во всем. То есть, вот эта книжка, это самый натуральный обман потребителя. Как на это не обратили внимание еще, я, ну, не знаю. Да, она держит дорогу, да, она валит. Но она не стоит этих денег. Просто не стоит. Это для машины, для дураков. Если вы хотите получить от этой машины хоть капельку комфорта, забудьте об этом. Его здесь просто нет. Вот просто нету его. Да, эта машина может на гоночной трассе показать какой-то результат. Но вам туда нельзя, потому что вас не будут гарантии. Вот эта вот панель, они вот это кому сделали? Они что, заблудились в 80-х годах? Ну, что это за кнопочки? Ну, что это такое вообще? Ну, это позор. Вот это позор. Ну, это же не серьезно. Ну, кто так мог сделать? Как? Вы разрабатывали там космическую машину, которая делает какие-то супер-мега показатели на трассе, на гоночной. Вы развесовку делали. И вы не могли вот эти вот панельки сделать. Вот эти вот панельки, на которые человек смотрит каждый день, бред. Давайте посмотрим на цифры, на реальные цифры. Все говорят, что GTR едет 3,5 секунды. Давайте это проверим прямо на ваших глазах. Так, пробуем. 4 секунды. Пробуем еще раз. 4,44. 4,38. То есть, на обычном бензине эта машина в стоковом варианте едет примерно в районе 4 секунд. Это не 3,7, как нам обещали. За те деньги, которые мы заплатили. В сервисной книжке написано 3,7. Это вранье. Покрышки. Покрышки зимние на эту машину стоят в среднем в районе 110 тысяч рублей. Только покрышки. Значит, они, безусловно, должны быть run-flat для безопасности. Но я абсолютно точно знаю, что должно звучать в этом японском воде. Такое ощущение, что я в Японии побывал. Я уважаю инженеров, которые придумали эту машину. Я уважаю всю компанию Nissan, которые смогли сделать вот эту машину, несмотря на те автомобили, которые они производят. Потому что, по-моему, все автомобили, которые производит Nissan, полное говно. Вот это, наверное, лучшее произведение вообще искусства и инженерной мысли компании Nissan. Но, как всегда, наша страна сумела показать, кто мы для нее покупатели. То есть, я, человек, который должен отдать за эту машину 4,5 миллиона рублей, не имею никаких прав, никаких гарантий, ничего. Даже компания Ferrari и Lamborghini в нашей стране дают больше гарантий, чем дают на автомобиль Nissan.